Александр, пандемия и ее последствия. Время пандемии вашей компании пришлось не только перестраивать бизнес-процессы внутри, но и помогать трансформировать их российским ритейлерам, в том числе крупнейшим. Расскажите, какие проекты были самыми запоминающимися и с какими сложностями пришлось столкнуться и как вы их решали? Вы знаете, ситуация 2020 года мне напомнила событие, которое произошло 35 лет назад. В силу своего возраста я помню те события, когда Михаил Горбачев объявил перестройку экономики и ее ускорения. Вот это приблизительно то же самое, с чем была связана ситуация в пандемии. Естественно, когда все сотрудники компании сели по домам, то, естественно, сложности, которые возникли у всех компаний и у наших клиентов и у нас, это коммуникация с сотрудниками. Проекты не останавливались и не продолжались, но когда все сели по домам, коммуникация как внутри компании, так и на проектах наших, она, я не могу сказать, усложнилась, она изменилась. Когда люди могли раньше подойти к друг другу, то сейчас они стали общаться через Zoom. Первые два месяца были, наверное, для всех очень тяжелые. Мы все помним, что перерыва не было между совещаниями, ты из одной комнаты входил в другую. Если раньше, когда мы находились в офисе, то мог хоть из одной переговорки перейти в другую, то здесь ты разговаривал с одного совещания на другое, переключался, жевал или обедал. У меня уже там взрослый ребенок, он у меня особо не висел, вот у него была школа, он в школе занимался тоже, в другой комнате, но даже когда обедать, приходилось во время совещаний и жевать в тот момент, когда ты молчала, говорили другие. Понятно, что с этими сложностями столкнулись все, но кризис, как говорится, это всегда с одной стороны сложности, с другой стороны возможности. И те задачи, которые стали перед клиентами, это вот действительно, у меня есть три слова, которые я связываю с ситуацией 2020 года, это скорость, удаленка и IT. То есть кризис, это, как говорил Уоррен Баффет, это ситуация, когда видно, как во время отлива, видно, кто вошел в воду в плавках, а кто нет. И было видно, когда все сели на удаленку, было видно, какие компании были к этому подготовлены, какие нет. Поэтому задачи, которые стояли перед нашей компанией, выдержать эту скорость, которую ставили нам наши клиенты, потому что время действительно ускорилось. Многие наши клиенты, так как мы работаем с большим количеством розничных компаний, это лидеры российского ритейла. Некоторые магазины вообще закрылись, и онлайн-продажи стали единственным для компаний возможности делать хоть какую-то выручку. И, конечно же, требования на решения, в первую очередь связанные с онлайном, резко выросли. Скорость проектов тоже очень выросла, потому что time-to-market, это стал основным знаком, когда решение быстро выводится на рынок. Одним из знаковых проектов у нас было внедрение функциональности клик и коллект компании лента, когда клиенты хотели как можно меньше находиться в магазинах, хотели заказать товары через интернет, приехать и забрать свои заказы. Были абсолютно жесткие сроки, был срок два месяца, под которым мы подписались, что мы вложимся в эти сроки. Сотрудники у нас работали без выходных, все два месяца, но мы поддержали клиента нашего первого, нашего любимого, одной из самых любимых клиентов компании лента, и мы внедрили им функциональный САПСИКС, это Customer Experience, за два месяца. Уже получив этот результат, мы поняли, что это самое быстрое внедрение этого решения в мире вообще. Ни одна компания в мире не внедряла так быстро это решение. Поэтому IT стало конкурентным преимуществом для многих компаний, и сейчас, оглядываясь на год назад, ты понимаешь, что тот путь, который компании должны были пройти за 3-4 года, они прошли за несколько месяцев. Это как раз они перестроили свой бизнес и ускорились. Если говорить про то, чему пандемия научила, то какие уроки вы из нее извлекли? Слушайте, для себя я тоже сделал некоторые открытия, если я говорю, допустим, о нашей компании. Мы консалтинговая компания, которая занимается внедрением решений САП, и я всегда считал, что проекты делать на удаленке нельзя, и клиенты тоже считали, что проекты нельзя делать на удаленке, потому что общение всегда должно быть, и я всегда говорил, если проекты делаешь на удаленке, то деньги будешь получать по факсу. Но оказалось, что и клиенты поняли, что это работает, и мы поняли, что это работает. Это ни в коем случае не растягивало сроки этих проектов. И что самое интересное, если сравнивать бюджет, план и факт прошлого года, то самая большая статья, которую мы сэкономили в нашей компании, это командировочные расходы. И сэкономили не только мы, сэкономили и наши клиенты, потому что это то, что входило в стоимость. Поэтому мы научились вещам, что нужно быть просто готовым к изменениям, они в нашей стране, особенно в любой момент могут случиться, когда все закроются и все остановится. Но мы к этим изменениям всегда готовы. Здесь нужно просто быть гибким, незашоренным и быть в состоянии подстраиваться под любую изменяющую ситуацию. А так как наши клиенты – это компании, которые лидеры ритейла, а ритейл – это одна из самых, если, наверное, не самые конкурентные отрасли вообще в любой стране, то мы должны были успевать за нашими клиентами, иногда даже показывать им, куда нужно идти, чтобы они сохраняли и развивали свой бизнес даже в тяжелых условиях. Вот смотрите, вы уже, конечно, сказали, что в прошлом году мы прошли, получается, за год четыре за один. Три-четыре. Ну, если взять, как в армии, в военное время год за три, да, считалось. Поэтому, ну, будем считать, что три года мы прошли. Вот смотрите, у вас, вашей компании, большой опыт внедрения решений на базе САП для крупных ритейлеров, как мы уже сказали. Вот по вашим наблюдениям, пандемия на самом деле стала драйвером цифровизации отрасли или были какие-то еще факторы, которые это движение спровоцировали? Я вам скажу так, что цифровизация, она не началась во время пандемии. Цифровизация, она началась до пандемии. Это нормальная история, все компании двигались в этом направлении. Но именно ускорение процессов цифровизации, оно очень сильно произошло во время пандемии. Да, то есть многие компании, которые работали в ритейле, если взять магазины не фудовые, то они просто закрывались в торговых центрах. И онлайн-решение это было единственные каналы, по которым можно было что-то клиентам продавать. И здесь, опять же, тот, кто был лучше подготовлен к этому, тот, в принципе, и выиграл от этой ситуации. Знаете, это же есть выражение тоже, да, во время кризиса толстые худеют, а худо умирает. Поэтому те клиенты, которые были хорошо подготовлены, те розничные компании, конечно, просели там апрель, май, июнь, просели многие компании, но кто-то просел больше, кто-то просел меньше. Те, которые были лучше подготовлены, те просили меньше. Ну и, естественно, это как пружина, она сжалась, а потом, когда мы вышли уже все-таки из изоляции, она выстрелила, и те компании, которые были хорошо развивались, у них бизнес пошел опять в гору. Если говорить про уровень цифровизации ритейла, российского и зарубежного, то как вы можете их сравнить? Я могу сказать так, что я очень много лет прожил в Германии, я часто там бывал, я видел, ну, по своей профессии, по специализации, я обращаю внимание на уровень цифровизации западных ритейлеров, не только и в Америке, я смотрел. Я должен сказать с гордостью, что наши ритейлеры гораздо лучше цифровизованы, чем западные компании. Это привело к тому, что наши ритейлеры, если взять конкретно фудовые ритейлеры, да, они справились реально, и ими можно гордиться, они справились с вызовами, которые были во время пандемии, когда люди стали делать запасы, когда товаров не хватало, гречка, туалетная бумага, это два слова, которые были, да, но, тем не менее, я внимательно смотрел, как работали наши клиенты и другие ритейлеры, не было абсолютно пустых полок, как это было в Германии, люди не дрались за пачку туалетной бумаги, как это было в Гонконге, показывали по телевизору, то есть наши ритейлеры, я реально горжусь ими, и горжусь тем, что мы тоже приложили к этому свою руку и свои мозги, помогли нашим людям, российским, сохранить чувство человеческого достоинства во время покупок. Никто не дрался за продукты. Ага, про онлайн-торговлю мы уже поняли, про интерес к ней, а какие, на ваш взгляд, еще сервисы цифровые и услуги цифровые будут в ближайшее время востребованы? Ну, смотрите, сервисы будут всегда востребованы те, которые необходимы клиенту для того, чтобы он удобно совершал покупки. Каждый, слава богу, есть компании, которые экспериментируют в разных направлениях, я очень рад, что есть компании, которые экспериментируют это, прежде всего, стараясь предоставить удобство клиенту с точки зрения бизнеса, как стартапы, они не смотрят на прибыль, они предлагают различные сервисы. И в конце концов, те компании, которые будут предлагать нужные товары в нужное время, в нужном количестве, по нужной цене, если мы говорим о оффлайн-ритейле, и добавляется для онлайн-ритейла быстрая доставка, те, в конце концов, выиграют борьбу за покупателя, у которого количество денег все-таки ограничено. И все покупатели голосуют рублем, и надо понимать, что количество денег в кошельке у всех наших людей меньше, чем те обороты, которые хочет каждый ритейлер получить, если их сложить. Поэтому идет борьба за покупателя, и все решения, которые позволяют удовлетворять покупателя, его спрос, его потребности, они будут помогать ритейлерам выигрывать долю рынка. Александр, мы знаем, что вы не только развиваете навартис, но и в том числе делитесь экспертизой, своим опытом многолетним на мастер-классах. Какие темы этих мастер-классов, и кто ваши слушатели? Это интересный вопрос. Во-первых, в жизни любого бизнесмена наступает такой момент, когда есть большой опыт, и хочется им поделиться. У меня есть два мастер-класса, там есть выступления по ритейлу, я некоторое делаю, но если говорить о мастер-классах, то это два мастер-класса. Первый – это о карьере, что руководитель ожидает от подчиненных, причем я не сам это придумал, я общаюсь с многими владельцами компании в силу своей деятельности, с многими топ-менеджерами, и мне интересно, я задаю им вопросы, мы обсуждаем тем, что они ожидают от сотрудников, как сотрудники должны действовать, чтобы их продвигали по карьерной лестнице, что они не должны делать. И, естественно, вот этот обобщенный опыт я сделал в мастер-класс, учитывая то, что я сам за свою жизнь провел больше пяти тысяч собеседований, да, то есть мне доставляет удовольствие, ну, во-первых, мы растем довольно быстро, и найти хороших людей нужно реально как иголку в стоге сена для того, чтобы найти там одного хорошего сотрудника, нужно провести там пять-шесть собеседований, да, поэтому, а может быть даже и больше. Поэтому я этот опыт обобщил и провожу, сделал мастер-класс, который называется, что руководитель ожидает подчиненного, как правильно построить карьеру. Второй мастер-класс я делаю на основании собственного опыта, это об инфестициях, он называется «Путь к финансовой свободе, чему нигде не учат». Идея этого мастер-класса возникла у меня в конце 2014 года, мы все помним, когда евро был 100, доллар 80, и люди бросились к нашим клиентам в том числе по магазинам покупать технику, покупать холодильники, стиральные машины и ставить их в гараж, телевизоры. Меня тогда возмутило тот факт, что вот насколько люди финансово безграмотные. И я собрал своих близких друзей и сказал, смотрите, я вам расскажу, как я это делаю, то есть я спокойно, без особого стресса, то, что я вам сейчас расскажу, это может казаться сказкой, но это действительно так, инвестирую, получаю 10 до 15 процентов в валюте годовых на протяжении уже 25 лет. Я просто сделал так для своих близких друзей небольшой мастер-класс. А потом, так как мои приятели – это руководители больших компаний, они сказали, слушай, проведи для наших сотрудников то же самое. И так получилось, что я эти мастер-классы провожу для сотрудников компании «Новардис», ну и для сотрудников наших клиентов. А получается тогда, вот кому будет полезно послушать ваш мастер-класс? Я считаю всем, абсолютно всем, потому что, к сожалению, уровень финансовой грамотности, он очень низкий, и если мы говорим, что когда людям нужны какие-то вопросы денежные, денежные нужно решать, они идут в банк, но, к сожалению, у банка и у вас, как у потребителя, совершенно разные интересы, они явно не совпадают. Поэтому есть выражение «китайская поговорка» – нужно слушать не обученного, а опытного, то есть в банке сидят обученные, а я, в принципе, опытный. А что такое опыт? Опыт – это то, что остается, когда не получил того, чего хотел. То есть я, в принципе, пробовал разные варианты, сделал много ошибок в том числе, и, в принципе, моя стратегия, она довольно простая, и она реально не требует ни спекуляций, ничего. Просто люди создают себе финансовое будущее, учитывая то, что в нашей стране на пенсию рассчитывать особо не приходится. Я просто показываю коллегам, как за время профессиональной жизни создать себе такие условия, чтобы можно было улучшать пенсию от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, и спокойно за вот эти годы профессиональной жизни создать себе такие условия, чтобы иметь эту пенсию и не зависеть от государства. У меня захотелось записаться. Пожалуйста. Спасибо большое. Остается пожелать вам удачи во всех ваших начинаниях и продолжающихся действиях. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня. Обратитесь к моей помощнице, она вас запишет на мой следующий мастер-класс, который будет, по-моему, через месяц. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.